Чукотка присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы всем желающим было предложено проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества. Проверить знания можно было на специальных площадках и онлайн-сайте проекта. Затем, как писали диктант в Анадре, наблюдал Владимир Сироткин. Актовый зал окружного профильного лицея стал площадкой проведения исторического диктанта. Его организовал Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом. На Чукотке он проходит почти во всех районах на 12 площадках. Первыми на вопросы теста отвечали лицеисты. Особенностью этого теста является то, что в этом году в разработке вопросов приняли участие общественные организации стран бывшего Советского Союза. Им было предложено разработать по два вопроса, в которых указаны имена героев, которых чтят именно в их государстве. Окончательный вариант теста уже был разработан группой ученых из военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Полчаса отводилось на 30 вопросов теста. Условно его можно разделить на две части. Первая касалась военных операций Красной Армии, вторая – непосредственно участников Великой Отечественной войны. От партизан и рядовых до маршалов и ученых. Даже для педагога некоторые вопросы оказались сложными. Я работаю учителем истории, да, и некоторые моменты мне были незнакомы, поэтому я понимаю, что нужно кое-что восполнить. Потому что некоторые задания, допустим, там где-то процентов 60, я была уверена 100 процентов, да. Вот остальные где-то процентов 20, ну, методом исключения, да, потому что выдающихся личностей знаем. Ну и процентов 15-20 надо еще как бы поработать над этим вопросом. Вопросы были построены таким образом, что участник теста должен был захотеть узнать историю того или иного эпизода войны подробнее. Подвиги партизан, работа эвакуированных заводов, фронтовые операции. Из всего этого складывается общая картина Великой Отечественной. В тесте были вопросы, где рассказывались довольно интересные истории про партизан, про подвиги. И сами по себе подвиги интересны. И вообще нужно не забывать о том, как наши предки, наши бабушки, дедушки, они таким трудом добились свободы. Тест был, безусловно, сложный и интересный. Проходя этот тест, я открыл очень много интересного для себя. И появился стимул изучать такие события, как история Великой Отечественной войны, знать героев этой войны, подвиги их. И появился вообще стимул изучать в дальнейшем историю. Одна из важнейших задач проведения этой международной акции – повышение исторической грамотности. Чтобы молодые люди знали и понимали, какую дорогую цену заплатил Советский Союз вместе с союзниками, чтобы 9 мая можно было отмечать праздничным салютом. История России неразрывно связана с подвигом советского народа, который смог отстоять свою независимость и спасти Европу от фашизма. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Служба информации. Продолжение следует...